Без проблем, понимаешь? То есть любовь, она сама по себе, просто она самодостаточна. Когда тебе хорошо с самой собой, и ты будешь этой любовью. То есть для любви не требуется объект, смотри, что получается. У тебя такой мир, покой, радость, принятие, удовлетворение жизни. И жизни, если нужно будет, то там появится какой-то человечек. Полегче? Ну да, то есть я, я думаю, даже в плане личной жизни, но все равно расслабиться, оно будет, будет, нет, нет, да, вот как-то вот. В плане личной жизни, ну что ты понимаешь по словам личная жизнь, это что такое? Что это? Мужчина, партнер, неважно, там спутник. Ну отношения в смысле, сексуальные отношения, так? Или совместно? Сексуальная жизнь не так вообще парит, ну просто, знаешь, ну как-то с кем-то разделить какой-то момент, или это... Совместное ведение хозяйства, да? То есть такое, ну партнерство такое, да? Да, 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 больше как партнерство. Даже мне даже вот в последнее время, не то, что не, ну у меня с этим все нормально, но как-то вот даже вот это не так важно для меня, оно как просто... Для женщин это сексуальная сторона, она представляет меньшую ценность, чем для мужчин. Ну да, хотя мне все это нравится, все классно. Из-за этого могут быть конфликты, я просто из своей личной истории. Но опять же, это не потому, что женщин такие или мужчин такие, а просто потому, что такие представления у мужчин об этом, а у женщин такие представления об этом. То есть это тоже как бы закладывалось потихонечку. Да, нам все закладывалось, что больше надо или там... Мужчинам надо, да, им надо всех, вот да, совокупляться, всех обладотворить, или у кого больше вот это все. Да, да, да. А так, конечно, да, это сексуальное желание есть, но как бы в желаниях вообще ничего плохого нет. Просто есть привязанность к этим желаниям, из этого возникает страдание. А потом, когда ты понимаешь, что ты просто немножко навязанно обществом, там, кинематографом, культурой и все прочее. И потом ты смотришь такой, блин, а женщинам, оказывается, это особо-то не надо. Ну, поначалу как бы да, но опять же для того, чтобы как бы заманить, так сказать, вот эти в сети, да. А потом это потихонечку все как бы отходит на второй план. А мужчина такой, а как же, а как же мне секс, давай, вот и все. И с этим надо тоже проходить, пока не отвалится. Ну, не то, что там отвалится. Ну, да, да, да. А привязанность, то есть позволение, как бы, женщине, но быть, как будто как она есть. Ну, не хочется, не хочется. Это не является показателем того, что вот там, ой, у нас там стало мало секса, там, или что-то еще. Ну, блин, или вот я рассказывал эту историю, да, жена призналась мужу, что она его не любит. Прям такая проблема, капец. Вот она сейчас не любит, а потом через недельку скажет, я тебя люблю, ну, или еще что-нибудь. Вообще не проблема, они что-то живут вместе. То есть, как бы, жизнь складывается так, что два человека живут вместе. Но из-за того, что у них там какие-то мысли и вера в эти мысли, то, что я тебя не люблю, или я тебя не люблю, или у нас секса стало меньше, у них начинаются эти вот терки, там, перетерки. Ну, да, получается, что-то разделить, ну, или там, знаешь, что-то как-то, ну, вот мне хочется с кем-то быть, партнер с Путин, ну, там, разделить момент, там, да, разделить моменты, а когда, разделить, не важно, какой момент. А вот, если даже слово разделить, да, вот мы уже будем, да, как-то разделить, ага. Да, уже там ведет разделение, да, опять отношения, разделение. А у него будет такое представление об этом моменте, у тебя будет такое представление об этом моменте, и вы можете уже спорить из-за того, что у вас разные представления об этом моменте, прикинь? Да, да, да. Поэтому просто надо быть прежде всего самим собой в мире и любви, и все. И не приставать к людям. Ну и к себе не приставать в первую очередь. Не требовать от себя там слишком. Потому что то, что ты от себя требуешь, на самом деле, если разобраться, но это откуда-то тоже пришло. Может быть, родители повлияли. Может быть, в школе учителя. Может быть, друзья как-то, да, так вот это. Может быть, книжки какие-то прочитала. Или какие-то фильмы посмотрела. И вот тогда сложилось такое представление. Ты такая, ой, а что-то я не подхожу под этот образ. Надо мне доработать. Тут мне что-то не хватается. И все. А как ты повелась на какую-то мысль? А это просто, блин, храньё. Ну да, да. Ты такая, какая есть уже сейчас. И у тебя все в порядке сейчас, в данный момент. Посмотри по сторонам, что не так. Кто-то недовольный все время. Сейчас все классно, наверное. Да, конечно. Я говорю, вот сейчас я даже в этом море вот сижу, думаю, блин, так хорошо думаю. А сейчас бы, может быть, ну, мало ли, вот даже если вроде бы казалось бы, была в Зажиле, это бы правильно, там что-то бы спорили. И это, ну, да, мы же не знаем. Да, должно быть хорошо с самой собой. Все. Вот это достаточно. Тогда, когда тебе хорошо с самой собой, смотри, что получается, у тебя такой мир, покой, радость, принятие, удовлетворение жизни. И жизни, если нужно будет, то там появится какой-то человечек, который подходит под твое состояние, принятие тебя и трансляцию тебя, и вот эта вот любовь появится. Человек, который будет, ну, как скажем, адекватен, понимаешь. Тебе же не нужен просто так любой какой-нибудь мужчинка, правильно? который не будет совпадать с твоими вибрациями, с твоими вот этими планами. Ну, вам же любовь, да, притягивается. То есть вот пока что вот я, да? Да, да, да. Что-то такое, да. Да, да, совершенно верно. Подобное притягивает подобное, да. Да, да, да. Есть такая нервная и неудовлетворенная, и ты ищешь вторую половинку. Ну, и будет статья вторая половинка, которая будет такая же нервная и неудовлетворенная. И вы такие будете как бы созависимы друг от друга, да? Искать друг друге счастье. Но нигде и нету счастья. Ни в чем в этом счастье нету. Ты не найдешь его во внешних каких-то. Тем более в людях. Что-что, а люди вообще-то такое, а не постоянно что-то. Да, это же просто очевидный факт, который люди не замечают в упор. То, что в этом мире форм, любые явления, формы, ситуации, ощущения, мысли, они все проходят. Ничто, не вечно. Царь Соломонова звали, и у него был такой перстень. И вот на этом перстень было написано, и это пройдет. Наверное, да. Ну, это песня, что ли? Ну, или как, это все пройдет, и печаль и радость, да? Это тоже, да. Это все на ту же самую тему, но это как бы уже... Ну, поэтому ты говоришь, да, что вот эта радость, то, что тоже, да, что это тоже нельзя, да? Вот это про позитивное мышление, что да, оно тоже пройдет. Да, оно тоже пройдет, да, оно тоже пройдет. То есть нету залипания к чему-то, к определенному. А когда нету залипания, то все ровно течет, потому что, как мы уже с тобой выяснили, тело само по себе, оно и дышит, там, и пота выделяет, и пищеварение происходит, и рост волос, и ногтей, и, в общем, все там, само по себе, и сердцебиение. И когда тебе нужно заснуть, ты устал, и выложишься спать, когда тебе нужно по сути, просыпаешься, вообще нет никаких проблем. И вот что, может быть, там, я все-таки там, типа, выйду завтра, я же хочу, да, а может быть, то есть вот это понять, а вдруг, правда, или я не хочу, или... Ну, зачем тебе замуж? Что это за замуж такой? Зачем он нужен-то? Ну, ты же вроде жена, там ребенок есть, да? Так это так случилось просто. Ну, вот да, да, и понимаешь... У меня четыре ребенка, понимаешь, четыре ребенка даже. Реально? Да, и жена вторая. Ну, так происходит просто. Можно подобно, что-то типа, я там, прям, так хотел. Просто так получается, да и все, разве нет? Ну, когда человек влюбляется, как бы, он что, сам себе там, он просто влюбляется, да и все. Ну, это случается, да, да, да. Да, 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 это же не выбирающий. А, получается, мы страдаем от того, что, вот, блин, я тоже, блин, я так замуж хочу, ну, или мне это кажется, ну, мы же нашли, да, типа, то, чего, типа, нет же, надо, да, вот. А, блин, это, просто как будто бы, смотри, ну, это просто представление такое, что ты, чего, ты будешь счастлива, если ты, у тебя чего-то, вот, ты достигнешь, или добьешься, или вот этого социального статуса, там, или у тебя кто-то будет. То есть у тебя, как бы, счастье ты видишь в каком-то объекте, понимаешь? И когда у тебя будет объект... Ну, страдать от того, чего нет, да, что есть, наоборот, вроде, да, ну, там... Да, но посмотри, это же очевидная вещь, что даже люди, которые в браке, да, там, живут в отношениях, они потом разводятся, они потом ненавидят друг друга, они несчастливы все равно. То есть получается, что наличие какого-то человека, оно не дает тебе счастья. Ну, а вот ты женат, тебе это, ну, плохо, или... Когда заканчиваются отношения, начинается любовь, проявляется любовь. Воу-воу, я вот эту как раз, что-то фразу у тебя сейчас видела, да, вот зашла как-то, да? А потому что там такая ситуация, то есть мы бы, сколько мы ни говорили про пробуждение, про осветление, там, вот это счастье, оно так или иначе упирается в, ну, в какие-то вот, с кем ты живешь, на какие-то представления, там, кто тебе мешает жить, короче говоря, из близких твоих. И у меня там с мужем были такие терки, там, проблемки, там, она считала, что он ведет себя не как ребенок, не как взрослый, он там что-то обижался, там, ссоры, конфликты, скандалы, вот. Вот это все повсеместное, ну, такое. И я просто, как бы, немножко подсказал, что надо бы рассмотреть это так, что у тебя представление о мужа, но ты его не знаешь, что у тебя есть некий образ. То есть, ну, это вообще у всех так. То есть, мы, у нас нет отношений с людьми, у нас есть отношения с нашими представлениями об этих людях. Да, да, да. А так мы других людей вообще не знаем, кто они такие, загадка просто, неведомые какие-то зверушки. И поэтому есть представления, особенно в букетный, вот этот конфетный период, все стараются показаться, да, ну, как бы. Да, да, да. Там еще больше, еще больше все. Мы и так-то никого не знаем, а тут так еще, когда человек старается, да, там вообще. Да, да, и он, как бы, да, и мы такие, типа, верим в этот образ, который создается, который мы сами создаем, и потом мы в него верим. Но спустя какое-то время все становится на свои места. Да, и человек проявляется не только как, ну, образ, а как-то по-своему. Я говорил о том, что когда мы сталкиваемся с тем, что наши представления не совпадают с реальностью, и то, что образ о человеке, он не совпадает с самим человеком, то мы расстраиваемся, печальимся, злимся. Да, 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 обижаемся. То есть мы очаровываемся, а потом разочаровываемся. А я посоветую посмотреть на него, как не на этом мой муж, а на этом, ну, просто что-то, ну, как человек. И он может вести себя как угодно. И он имеет на это полное право. Он не должен как-то себя вести так, как ты считаешь должной, ну, как он должен тебе. Ничего он тебе не должен. То есть никто никому ничего не должен. Должен, прежде всего, самому себе человек. То есть проявляться, да, быть тем, кто он есть на самом деле. Не казаться, а быть. Да, проявлять себя, проявлять себя. Позволять себя, да, чтобы эта жизнь шла, да, не скрываться, не обманывать себя в первую очередь, не обманывать других. Быть честным, прямым, открытым. Вот это как бы предназначение. Да, ты будешь в источнике, тогда у тебя все внимание будет в тебе, энергия будет в тебе, и ты будешь этой любовью. То есть для любви не требуется объект. Понимаешь, если в тебе есть любовь, все, окей. Ты хочешь войти в этот Wi-Fi, заходи. Не нравится мой Wi-Fi, уходи. Без проблем, понимаешь. То есть любовь, она сама по себе, просто она самодостаточна. И поэтому твой вопрос, а как у тебя с женой? Да у меня хорошо сейчас все с женой, но это стало происходить только год назад, ну, примерно как вот год. И то бывают, иногда какие-то такие по инерции, какие-то старинные там эти зацепочки. Но уже просто потому, что как бы у меня нет отношений, ну, в смысле нет того, у кого есть отношения. Как бы это сказать, так попонятнее. Да, 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 я поняла, поняла, да, да. То есть у меня нет представления, каким должен быть я, и нет представления, каким должна быть жена. Вот. Вот так вот, понимаешь, да? И поэтому нет конфликта. Ну, то есть никто никому ничего не должен, понимаешь? И все. И как бы поэтому получается мир, любовь и согласие. Ну, да, потому что когда именно отношения появляются, это же как вот эта раздвоенность, да, а мы говорим о цельности, да, вот это вот. Да, и там отношения не нужны. То есть когда возникают отношения, это уже двойственность. Это уже как бы есть кто-то. Да, 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 есть объект, и он есть какой-то субъект, и вот их двое, как бы, да, опять какие-то отрезочки, опять какие-то точечки в этом отношении. Да, да, когда вот это все цельно, да. А когда это цельно, ты просто понимаешь, что любые представления других людях это просто представление так некие образы какие-то мысли фантомные ты мираж все и а есть вот этот момент в котором все это и происходит вот так постоянно и ты готов к этому проявлению каждый раз она как проезд так проявится потому что если внимательно развиваешься ты же видишь вот учат тихо и вот сейчас он нервничает вот у меня какие-то мысли по весь по этому поводу вот у меня к этом эмоции возникают обиды еще чего-то такое это тоже все есть желание так как бы они остаются все остается так же просто раньше ты немножко замечаешь и не увлекаешься в это то есть ничто туда не затягивает то что нет того уральнировать тогда вот этого что ну да может что-то просто не происходит вот сцепки есть вопросы сенсей макс отвечает подпишись на телеграм-канал иди по ссылке в описании то есть это мне это